Второго числа Второго числа он на стриме объявил о создании партии Вернее не о создании, прошу прощения Об объединении движений еще с одной партией Где ему предложили стать лидером И через два дня произошел вот этот странный арест Я выезжала из дома, я видела всю эту следственную группу Они стояли с торца дома Они были на машинах, они были в формах И я притормозила и даже хотела выйти, спросить Что случилось, у нас такой тихий дом Никогда никаких у нас не происходит Каких-то событий таких вот Я смотрю на них, они смотрят на меня Но, значит, я так притормозила и поехала дальше Они уже в этот момент стояли И как потом вот папа Колин рассказывал Не надо было открывать дверь Он открыл дверь И мы с участковым еще семь человек ввалились В соответственное отдело Навели там шмон, как говорится Все обыскали Изъяли аппаратуру Всю аппаратуру Имеется в виду компьютер Не занят, можно позвонить И вдруг, понимаете, называя кнопку вызова Я сама не могу объяснить, что это такое И услышала такую фразу Оля, я не могу разговаривать Следственный комитет проводит у меня обыск Все, телефон выключился Тут мне звонит Ольга Кастерина Наш соратник движения Вернее, она мне, да, звонит и говорит У вас адвокат Александр Робозов Я говорю, я ничего не понимаю Какой адвокат Ты что, не знаешь? У тебя обыск дома И тут у меня что-то вообще Какое-то вот помутнение Сразу за белой ручкой Его, так сказать, повезли В следственный отдел Видите, я еду в машине Набираю, он не отвечает Ну, а у него должна была быть в этот день Пресс-конференция с журналистами по скайпу Думаю, наверное, он готовится, возможно То есть я, ну, несколько, буквально секунд Ну, просто не могла прийти в себя Ну, как бы, мы не то, что ожидали Но кто ее знает в нашей жизни То есть я позвонила адвокату сразу Я позвонила еще второму заместителю Руслану Габидуловичу Не верилась до конца Казалось, что, возможно, это просто материал проверки Возможно, сейчас его опросят, отпустят И уже осознание того, что он действительно Был заключен под стражу Что было возбуждено уголовное дело По таким тяжким статьям Уже, наверное, пришло, ну, в ночь Уже с четвертая на пятая Позвонила жене Анжелика Узнать хоть, что происходит У нее гудки идут, но трубку она не берет Я думаю, ну, все, сидит рядом с ним Не может подойти к телефону И, значит... Это было просто не то, что ударом, шоком Известие о том, что это 4-го было июня Николай Николаевич Платушкин Арестован А потом переведен под домашний арест Ну, я не поверил Я узнал в первый уже день об этом, конечно Вот, но я не поверил Я залез в интернет, как мы говорим Стал изучать всю информацию Вот Уж в последующем созвонил со своими друзьями Здесь в Москве Но я не поверил Я не мог до конца осознать этого Ну, потому что я его знаю Он никогда не призывал Каким-либо действиям, которые бы шли В разрез с законом В чем его обвиняли Но меня, как учитель, как его воспитатель Просто шокировало это Я не поверила, что такое может быть Мы же живем в демократической стране Где свобода слова должна быть Свобода выбора Свобода мнений Я не знаю, но, конечно Вот это был просто настоящий удар Все И сразу мне стали звонить мои ученики Его бывшие одноклассники И знакомые Весь поселок поднялся Прямо, вот, знаете В таком вот состоянии Потрясение Ну, как можно его обвинять В каком-то даже Флодотерроризма То 37-й год давным-давно закончился А это наяву Получилось практически 37-й год Поэтому сначала даже не было слов Пока я немножко не пришел в себя Там полчаса точно Я начал звонить сюда Как раз-таки уже пошла в интернете информация Что его забрали Арестовали Вернее, даже судебные действия прошли Что ему вменили Он до этого сам не понимал Почему обыски Я думаю, что он был То же самое ошарашен Ну, там 212-я статья Это вообще терроризм Самый настоящий С применением оружия Массовых манифестаций Как это Кольку нашу обвинили В терроризме Людмила Ну, это вообще глупость Как я говорю Вот даже понимают Да, я считаю, что это Тенденция крайне негативная Мы можем Свалиться в полный Авторитаризм И тоталитаризм И на самом деле Нам будет Стыдно Перед своими Детьми И внуками Когда В очередные 90-е годы Им придется Принимать законы О реабилитации Жертв Политических Репрессий Давайте Задумаемся Вот Я был просто Шокирован Мне очень жаль Что-то случилось Я думаю, что Следствие Разберется В этой ситуации И Он будет С нами Рядом Николай Мы с тобой Все тебя поддерживаем Все будет Топ-топ Давай Терпи Все будет нормально Это всегда борьба Но Очень надеюсь На благоразумие Сегодняшних наших Вас поддерживающих Я думаю, что Справедливость Должна восстать Вставать Ну а Коля Скажу Что Люблю его очень Уважаю его очень И надеюсь на то Что все-таки Справедливость Посторжествует Что он Обязательно Будет освобожден И будет заниматься Тем делом Которым он решил Себе посвятить Свою жизнь Ну Коля Ты конечно Всегда найдешь Себе занятия Вот Никогда ты не сидел Дома без дела Я хочу сказать Чтобы ты не Падал духом Что Помнил Что у тебя есть друзья Что Рано или поздно Правда Вас торжествует И я надеюсь Что это долго Не протянется И мы с тобой Встретимся В ближайшее время Мы будем делать Все для того Чтобы Вас выпустили Вы Сейчас Имеете время Сконцентрироваться Подумать Еще раз Составить все планы На будущее Я уверен Вместе Мы победим Вместе мы сила Я сказала Что я буду с тобой И буду И мы свое Помнишь Что ты мне сказала Что мы вместе победим Так и будет Вот две дня Что я могу вам сказать Николай Николаевич Держитесь Мы с вами Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами Они ему позвонили И Он спросил Кто Они говорят Участковый Хотим познакомиться С вами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok